Девчонки, всем огромнейший привет! Давайте разбираться с пустыми баночками за июнь месяц. И сейчас смотрю на этот огромный пакет и понимаю, что пустых баночек у меня опять будет 2, а то и 3 части. Давайте приступать. Первое, что хочу показать, закончился у меня вот такой сухой шампунь по уходу за волосами. И это шампунь от компании L'Oreal TechniArt. На самом деле он не бюджетный, он стоит где-то рублей 900 плюс-минус. Но мне кажется, он стоит этих денег. Это самый лучший шампунь из всех, что я пробовала. Но сразу скажу, я не пробовала сухой шампунь от Batiste. Возможно, он работает точно так же, не знаю. Но из того, что у меня было, это определенно самое эффективное средство. Хорошо приподнимает волосы у корней, делает такой объем и визуально волосы выглядят чище. Имеет степень фиксации единичку, приятный аромат. Хватило мне его где-то на полгода. Использую сухие шампуни где-то раз в неделю, раз в две недели. Мне на самом деле проще помыть волосы и чувствовать себя уверенно, нежели пользоваться вот такими вещичками. Но в качестве сос-средства, когда нужно быстро привести укладку в порядок, а времени нет. Почему бы и нет такой отличный продукт? Тоже могу его советовать. Также у меня из таких укладочных средств закончился лак для волос от компании Beauty. Я покупала его в магазине FixPrice за 53 рубля 200 мл. Если вам нужен лак иногда, вы пользуетесь ему редко. Например, перед какими-то мероприятиями или вы выступаете. Тогда я советую купить. Он за свою цену вполне неплох. Он фиксирует пряди. И к тому же он их особенно не склеивает. Никакого белого налета не оставляет. Но мне кажется, что он способен подсушивать волосы. И вот именно после использования этого лака для волос у меня волосы становятся какими-то жестковатыми. И также мне не понравился аромат. Аромат очень такой дешевый, навязчивый. Такая дешевая отдушка. Если изредка пользуетесь, то можете купить. Но если вы используете лак для волос каждый день или через день, то не советую. Он очень надоедает. Да и к тому же, как мне показалось, немного портит волосы. Больше я покупать его не буду. Купила себе уже другой лак и довольна. Как всегда покажу вам краску для волос от компании Шварцкоп. Это Color Expert с Omega Plex комплексом. Я использовала, наверное, уже 4 или 5 упаковок. Я довольна этой краской. Но, девчонки, не ожидайте от нее чего-то сверхъестественного. Мне кажется, Omega Plex, которая заявлена здесь технологией, это просто какой-то рекламный ход. Она ничем не отличается от любых других красок. Да, она качественная. Она хорошо закрашивает. Она не пересушивает волосы. Она похожа на краску от Сьез. Почему я покупаю в последнее время именно эту краску? Да потому что это новинка. И ее часто можно встретить на скидках, на акциях. И стоит она по скидке где-то 240-220 рублей. Такую цену это хороший, действительно, вариант краски. Но если бы стоило дороже, я бы ее не покупала. Как-то так. Закончилась у меня вот такая огромнейшая банка от компании Аравия. Это антицеллюлитный крем-активатор. Он имеет охлаждающий эффект. И этот крем действительно очень хорошо подтягивает кожу. Он придает ей тонус. Если сочетать с тренировками, с правильным питанием, то кожа прямо на глазах преображается. Она подтягивается. Классный крем. Мне он понравился. Хватило мне его где-то на полгода. Да, девчонки, не меньше. Но тут 500 миллилитров. Сами понимаете, объем просто огромный. Еще один крем по уходу за кожей тела у меня закончился. Это крем масло. Интенсивное восстановление. Приходило оно мне с сайта Frati Shop. Я уже вам про него рассказывала. Очень хорошо увлажняет, хорошо питает. И я даже использовала его в качестве крема. Для ног тоже себя отлично показал. И пяточки были мягкие, ухоженные. И также имеет приятный аромат. Два геля для душа от компании Faberlic подошли к концу. Это два девчонки моих фаворита. Это вишневый конфитюр вообще не всякой конкуренции. Обожаю этот гель для душа. У него очень классный аромат. И мятный шоколад мне тоже понравился. Хотя отдушка у него довольно своеобразная. Действительно пахнет шоколадом и мятой. Мне эти два геля для душа безумно-безумно понравились. Надеюсь, что из каталога Faberlic они не исчезнут. И буду заказывать дальше. Очень классные. Классно очищают и кожу они не сушат. Закончился у меня японский спрей для волос. Это и термозащита, и уход. Очень жалко, что подошел к концу. Потому что настолько он мне пришелся по душе. И от него очень классный эффект. Он увлажняет волосы. Он облегчает их расчесывание. Он защищает волосы от высоких температур. Работает как термозащита. И имеет просто классный аромат дорогого парфюма. Буду покупать еще раз однозначно. Но пока буду использовать то, что есть в запасах. Потому что подобных продуктов у меня еще очень много. Но записала название этого спрея в блокнотике. Обязательно его повторю. Самый обычный шампунь от компании Head & Shoulders. Комплексный уход. У меня всегда есть такой шампунь в арсенале. У меня очень любят члены моей семьи этот шампунь. Особенно мужская половина. Но я тоже иногда использую этот шампунь. И он хорошо очищает волосы. Мне нравится. И также этот шампунь работает против перхоти. В качестве профилактики прекрасно. И если есть перхоть, то тоже за несколько применений она пропадает. Но я думаю, что вы все знаете про этот шампунь. Он довольно популярный. Закончился у меня розовый сахарный скраб. Также приходил с сайтов Ратишоп. Обалденнейший скраб. Он очень такой жесткий. Очень плотный, густой. Хорошо скрабирует кожу. Хорошо ее очищает. И имел приятный аромат розы. И даже в составе этого скраба присутствовали небольшие лепестки этого цветка. Ну, классный скраб. Действительно была такая ароматерапия и спа-уход на дому. Также покажу уже последнее средство от интернет-магазина Ратишоп. Это у нас черное марокканское мыло Бельди. Использовали всей семьей. Все остались в восторге. Я бы советовала это мыло тем, у кого проблемная кожа на теле. У меня, например, часто бывает высыпание на плечах, на спине. И вот это мыло очень хорошо борется с прыщиками. При том, что чувства сухости или стянутости после этого мыла на коже нет. Классно пенится и хорошо-хорошо очищает. Вот советую девчонке, прям если страдаете такой проблемой, то присмотритесь. Покажу вам зубную пасту от Calgate. Часто ее показываю. Эта паста немного отбеливает зубы. Она их хорошо очищает. В составе есть такие скрабирующие частицы, как я их называю. Не подойдет для чувствительных зубов с тонкой эмалью. И вы наверняка знаете, что я такую пасту на самом деле периодически приобретаю. И в качестве такого курса использую. Закончился у нас вот такой антиперспирант. Это мужской антибактериальный эффект. Рексона. А почему вам его показываю? Потому что этот антиперспирант оставляет следы на одежде. Это неприятно, это некрасиво. И я бы не советовала его приобретать. Да, он вкусно пахнет. Он защищает от запаха пота. Но его видно на одежде. Зачем такой антиперспирант я, например, не понимаю. Больше, конечно же, покупать его не будем. Буду ругать вот такой нежный крем интенсив для рук. Роскошь масел от компании Весна. Это очень дешевый крем. Но я на самом деле не вижу в нем смысла. Наносишь на руки и через 2 минуты хочется опять чем-то повторно увлажнить кожу рук. Потому что этот крем впитывается и он не дает абсолютно никакого результата. Хотя здесь заявлено, что это интенсивный крем. И что здесь экспресс восстановление. Я честно и повелась на эту надпись. Но ничего подобного. Самый обычный бесполезный крем для рук. Да и к тому же с довольно таким посредственным ароматом. Не советую. Не тратьтесь на него. Подошло к концу 2 жидкости для снятия лака с ногтей от Лэдис Формула. По-моему, так это называется. С касторовым маслом. Очень хорошая жидкость для снятия лака. Но одна проблема, что я не могу найти сейчас эту жидкость в продаже. И купила себе жидкость от Сали Хансен. В Ривгош была распродажа 40%. И мне там жидкость эта обошлась буквально за 240 рублей. И сразу схватила. Почему бы и нет. Пока буду пользоваться той. Но если увижу в магазинах, то куплю эту жидкость тоже. Она с касторовым маслом. Она не травмирует ногтевую пластину. И хорошо справляется с лаком. В общем, неплохая жидкость. Мне она очень-очень нравилась. Вот таких два малыша закончилось от компании Альзара. По 30 миллилитров. Это крем для рук. Крем для тела. И тот, и другой я использовала в качестве крема для рук. Просто с собой брала в сумочку. И в течение дня увлажняла кожу. Действительно эффект увлажнения был. Мне эти малыши очень понравились. Классная вещь. И девчонки тоже советую. Если покупаете такую косметику. Это косметика на основе минералов. Мертвого моря. У нас сейчас лето в самом разгаре. И как всегда у меня сейчас будет с бешеной скоростью заканчиваться. Матирующие салфетки. На этот раз закончилось две упаковки. Это у нас космейк. Матирующие салфетки от Сетуа. У них одинаковый абсолютно эффект. Но Сетуа мне нравится немножко больше. Потому что они больше по размеру. И для того, чтобы убрать жирный блеск с лица, нужно одну салфеточку. А вот эти от Космейк мне приходилось брать две салфеточки. И соответственно закончились они у меня быстрее. Но результат, как я уже сказала, абсолютно у них одинаковый. Покажу вам два таких пузырька от компании Новосвит. Это гиалуроновое ночное желе и гиалуроновый крем-праймер. Это я уже покупаю, девчонки, второй раз эти упаковки. И что я хочу сказать. Здесь заявлено, будто данные продукты сберегут вас от глубоких морщин. Разгладят вам морщинки. И ничего подобного. Мне кажется, эти средства хорошо подойдут для возраста до 30 лет. Да, они неплохо увлажняют. И вот это гиалуроновое ночное желе даже немножко подтягивает кожу. Но какого-то вау-эффекта вы не получите. Да и к тому же состав у этих продуктов не совсем такой натуральный. Скажем прямо. Но тем не менее, мне нравится. Это ночное гиалуроновое желе я использую в качестве сыворотки под ночной крем. А крем-праймер в качестве базы под макияж. В этом плане неплохо. Кожа напитывается, увлажняется. И поры эти продукты не забивают. Но если вы рассчитываете на анти-эйдж эффект, то, к сожалению, это не те продукты. Возможно, когда-нибудь еще раз куплю, когда закончу свои запасы. Почему бы и нет? Косметика бюджетная и, в принципе, неплохая. Также из бюджетного ухода за кожей век я могу посоветовать вам вот такой биокрем. Здесь никаких опознавательных знаков не осталось. Но я заказывала этот крем для век на сайте Fratishop. Обошелся он в районе 150 рублей. Не дороже. Здесь 30 мл упаковочка или 25, уже не помню. Но в любом случае можете посмотреть мой обзор на эту косметику. И крем неплох. Я использовала его утром под косметику. Прекрасно увлажняет. Кожу он, эту нежную область, никак не раздражает. Не вызывает слезоточивости. Хороший, стандартный, бюджетный такой уход за областью век. Неплохо, неплохо. По уходу за кожей лица у меня закончился вот такой тоник. Это нато косметик. Натуральная косметика. Также был отдельный обзор. Мне этот тоник подошел. Он предназначен для чувствительной кожи. В его составе было огромное количество масел. Каких-то полезных экстрактов. И можно видеть даже через упаковку, что здесь какие-то кусочки какой-то травы. Но на самом деле тоник был классный. Он хорошо мотировал кожу. Он хорошо справлялся с расширенными порами. Он их, как мне кажется, сужал. И лицо выглядело прекрасно. Также от этого же бренда у меня подошла к концу сыворотка для лица. На самом деле ее можно использовать как для кожи век, так и для кожи лица. Использовала на ночь. Иногда как самостоятельное средство. Иногда под какой-то более питательный крем. Хорошая сыворотка с натуральным составом. Она действительно хорошо работала. И хорошо справлялась с воспалительными элементами. Хорошо справлялась с расширенными порами. И вот именно для чувствительной, для проблемной кожи действительно хорошо подойдет. Также в этом месяце я использовала вот такую маску. Это у нас корейская маска Fudaholic. Или Fudaholic. Как-то так она называется. С экстрактом граната. Самая обычная увлажняющая тканевая маска. Никакого супер результата. Она, конечно же, не дает. Но она увлажняет лицо. И такие тканевые маски я иногда использую. Мне нравится то, что с ними не надо долго возиться. Приложила эту салфеточку к лицу. Буквально в 15 минут там посидел с этой маской. Снял и все. И даже умываться не надо. Это некий такой вариант для ленивых. И последнее, что покажу именно в этой части. Это будут три лака для ногтей. И быстренько, девчонки, пробежимся. А база отбеливающая от Essence. Как отбеливающая, не работает. Но в качестве основы под цветной лак нормально. Цветной лак ногти не окрашивает с этой базой. И два лака для ногтей от Mary Kay и Sally Hansen. И один и другой мне нравились. Они уже закончились. И оттенки нравились, и качество. Но уже здесь практически ничего невозможно достать. Это все пустые баночки. Пока на данный момент. Дальше буду снимать и вторую часть. Возможно еще и третью. Благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok